Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Ежегодная конференция в Джексон Холл закончилась резким усилением позиций американского доллара. Глава Центробанка США подчеркнул необходимость еще одного повышения ставки для регулирования темпа инфляции, что и стало поводом для возобновления спроса на доллар. Котировка индекса доллара, демонстрирующая положение доллара по отношению к корзине и шести других мировых валют, поднялась выше уровня в 104 пункта. Это самый высокий за последние 11 месяцев. Спрос сохранился даже при уточнении от главы ФРС о том, что, скорее всего, в ходе заседания в сентябре будет принято решение о паузе для того, чтобы Федрезерв смог оценить поступающие данные, а также меняющиеся перспективы и риски. На таких настроениях продолжат движение в сторону паритета и евро в паре с долларом. Хотя, конечно, это громко сказано, до паритета еще 800 пунктов. Тем не менее, слабые макроэкономические показатели, характеризующие состояние экономики еврозоны, вполне способны привести к такому результату. От крупнейшей экономики региона ждут, уж если не рецессии, то застой, как самый оптимистичный сценарий. И Европейский Центральный Банк не может позволить в таких условиях дальнейший подъем ставки. Разумеется, на таком диспаритете по процентным ставкам ЕЦБ с Федрезервом выигрывает именно американская валюта. Не радует своими данными и британская экономика. Индексы по деловой активности убедили инвесторов, что и перспектив к улучшению особо нет. Но британский Центробанк вряд ли сменил свою истребиную риторику. Уровень инфляции пусть и замедляется, однако по-прежнему еще очень высок и далек от целевых 2% годовых, не говоря уж о высокой базе. То есть, если принять во внимание, что в этом июле рост цен составил 6,8% по сравнению с уровнем в июле прошлого года, когда цены выросли на 10,1% годовых, абсолютно понятно, что нынешние значения вообще никак не обнадеживают ни инвесторов, ни властей. Тем не менее, фунт уступает доллару. Вблизи критического и опасного уровня уже некоторую неделю завершает японская иена. Кажется, инвесторы испытывают терпение японского правительства, которое осенью у этих значений пары доллар-иена приступал к интервенциям. А у иены никак не появляется шансов на восстановление. Федрезерв проявляет намерение продолжать повышение ставки, а Банк Японии сохраняет сверхмягкий настрой. Хотя внимание участников финансового рынка привлекли недавние встречи главы японского Центробанка и премьер-министра Японии для дискуссий относительно дальнейшего развития экономики. Под давлением окрепшего доллара оказалось и золото. Хотя перспективы сохранения ставки европейским центральным банкам несколько нивелируют влияние ФРС, котировка драгоценного металла удержалась выше уровня 1900 долларов за тройскую унцию. Хотя последние четыре недели завершились для покупателей золота в убыток. В определенной нерешительности нефтетрейдеры продолжают оценивать перспективы спроса и предложения энергоресурсов в мире. Подъем ставки ФРС – это явная угроза росту американской экономики крупнейшего потребителя нефти. К слову, пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Луизиане и сокращение нефтяных вышек в США как раз на время отвлекло внимание скептиков, и котировки на нефть завершили прошлую торговую пятидневку почти там же, где ее начинали. Также отмечается поддержка цен со стороны добровольного сокращения поставок нефти из Саудовской Аравии, из России. Но в то же время отмечается рост экспорта нефти из Ирана на китайские предприятия, причем объемы поставок уже достигли 4,5-летнего максимума, вопреки всем санкциям США. Таковы основные тренды минувшей недели. Не пропускайте наши ежедневные выпуски новостей, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных событий. До встречи!